Всем привет, это ТОП ДОТА. На днях я уже делал выпуск с мифами дотки и он неплохо так зашёл, так что я уверен и этот видос вам понравится. А если мы ещё и наберём всего лишь 3000 лайков, то скоро я выпущу и новую часть как обычно. Уже видели мои обзоры сувениров доты и кс из Аман Маркета? Разные там кружки, керамбиты, брелочки, фигурки, ковры и футболки, да и даже целые отдельные паки вкусных сувениров. Быстрая бесплатная доставка до почты или курьером. И конечно же уникальный промокод на скидку для каждого подписчика, кто перейдёт по ссылке в описании. А сегодня мы начнём с мифа об эсэфе. В прошлом выпуске тоже был эсэфчик и там я немного затупил, потому что дота временами как-то реально странно работает, но в этот раз я уже так сказать более внимательно ко всему подошёл. Итак, получит ли эсэф души за дэнай союзного героя? Возможно некоторые знают, что эсэф может подфармить души если будет дэнаить Коги Клока, но вот что будет если он задэнаит, скажем, самого Клока. Это в реальной катке будет происходить конечно нечасто, но проверить это будет интересно. Пишите в комменты, что вы вангуете, ну а мы уже смотрим. Ииииииии да! Эсэф получит 12 душ, прямо как из-за убийства вражеского героя. Было 6, стало 18. Так что можете теперь бегать за недобитыми союзниками и фармить души. Ну и репорты, само собой. И следующий миф. Звучит он так. Некор не может убить себя своим ультом, если ультанёт в Блэйд Мэйл. Это мне кстати прислал подписчик в личку. Можете тоже так делать, но если пришлёте в комменты, то я ещё и засвечу вас в ролике. Ну а теперь к некору. Спускаем ему хп, спускаем хп нашей жертве и смотрим что же произойдёт. Даю вам 3 секунды, чтобы вы отгадали в комментариях. Жёсткое унижение. Именно это испытает противник некрофоса, если соберёт против него Блэйд Мэйл, в надежде его таким образом законтрить. Идём дальше. Теперь про лотус орб. Легенда гласит, что если у вас в одном кармане будет лежать лотус орб, а в другом аганим, то вы сможете отражать во врагов аганимные ультимейты, даже если они ультуют по вам обычными. А пока вы пишите свой ответ, я уже буду вам всё это показывать. Леон, как вы видите без аганима, ультует по нашей ЦМке с аганимом и получает урон вместе со всеми своими братанами. Неплохая на самом деле тема, можете теперь спокойно собирать лотус орб в связке с аганимом и думать как же это лучше использовать. Но использовать это точно можно, думаю вы только что сами всё видели. Против лютых ребят вроде Лины и Леона это самое то. Ну и наконец последний миф, которого вы так долго ждали. Это бегущий сломя голову Баратрум против бегущего сломя голову Рубика. Кто же кого застанет и что вообще произойдёт? Сейчас узнаем. Сначала тестим вариант, при котором первый свой разгон прожимает Бара и как видим, Рубик его уделывает. Бара встаня, Рубик батя. А теперь давайте попробуем наоборот. Сперва разгоняется Рубик, а потом уж Баратрум. И надо сказать, это довольно сложно реализовать, потому что у Рубена анимация 0 секунд, а вот у нашего спирит брейкера лет так 15, очень уж медленно он соображает. Ну и как видим, теперь ситуация перевернулась, встаня уже Рубик, а Бара его мутузит. Следовательно, кто первый раз сбежался, тот по лицу и получит. Надеюсь вы сможете это как-то использовать, хотя я конечно сомневаюсь. Ну и на этом всё, ставьте лукосы если вам нравится эта рубрика и вы хотите увидеть следующий выпуск. А также оставляйте внизу свои комменты, если вы в этот выпуск хотите ещё и попасть. Удачи!